Проблема заключается в том, что вы не понимаете, что такое молитва. Молитва – это отношение с Богом, это не отношение с сыном. Вот представьте, допустим, я прихожу к своей жене, допустим, на свидание. Вот, прихожу к ней на свидание. И все свидание говорю с ней о своем друге. Ну, или я еще о ком-то говорю с ней. Она говорит, почему ты говоришь все время об этом человеке со мной? Я тебе нужна вообще или нет? Я говорю, ну, в общем-то, не очень. Мне вот нужен этот человек, и ты мне можешь помочь с ним разобраться. Поэтому я к тебе пришел. Я тебя не очень люблю. Ты мне не сильно нужна. Мне нужен этот человек. Это нормальное отношение с женой или нет? Нет. Нет. А Бог, он, понимаете, он ближе, чем жена. Потому что он вечный, наш вечный доброжелатель. Он вечно с нами. И мы ему не хочем уделить ни секунды времени. Мы очень привязаны к тем, кто с нами рядом временно. А тот, кто находится с нами вечно, мы на него наплевали в этой жизни. Так вот, молитва – это отношение с Богом. И когда человек в основном думает о Боге и славит его во время молитвы, то Бог знает, что нас беспокоит. И так. Ему не надо об этом напоминать. Но если нам на Бога наплевать, то у нас нет близких отношений с Богом. Попытайтесь понять такую вещь, что у человека есть две судьбы. Одна судьба называется «что посеешь, что и пожнешь» – это наша карма, которую мы не любим. А вторая судьба называется «милость». Так вот, милость или вторая судьба, которая исходит от Господа и облегчает жизнь человека, она основывается только на отношениях с Богом. Вот если человек не хочет этих отношений с Богом, ему Бог не нужен, то тогда никакой милости не будет. Не будет никакой победы над судьбой, потому что будет просто что посеешь, что и пожнешь. Если тебе не нужны отношения с Богом, тогда не будет никакой милости. Потому что милость означает отношения. Вот она везде так работает. Вот, допустим, ты дружишь с директором завода. Ну, попросил что-то у него за своего сына, который там работает. Ну, ему легко помочь, это не проблема. Но если директор завода понял, что ты с ним дружишь только потому, что ты хочешь помочь сыну, и тебе на него, в общем-то, глубоко наплевать. То директор завода поможет сыну один раз, а потом он с тобой не будет просто иметь дело. И все. Потому что это нечестно. Это не близкие отношения. Это использование, эксплуатация. Если вам Бог не нужен, тогда не надо к Нему лезть с этими вопросами, со всеми просьбами. Он не обязан их выполнять. Вот Он дал нам вот эту жизнь. Вот, что посеяли, то и пожали. Вот, у нас есть поступки. Мы за них отвечаем. Если вы хотите, чтобы Он прощал вам все время, тогда живите для Него. Потому что цель человеческой жизни – это Бог. Если человек цель человеческой жизни выполняет, тогда Бог готов все ему просить, потому что все остальное тогда не имеет значения. Вот человек выбрал правильный путь в жизни, его незачем наказывать. Вот, допустим, в тюрьме человек сидит, но он выбрал правильный путь в жизни. Ну, как бы, зачем тогда ему дальше сидеть? Он Бог выпускает такого человека. Это называется милость. Но если человек так сильно привязан к себе и к своим близким, что он даже не понимает, что такое молитва, он не понимает, что молитва – это славить Бога, а не думать о Сыне там или еще о ком-то, то тогда этого не будет ничего. Не будет никакого прощения, не будет никакой победы над судьбой, потому что тема непонятна человеку. Он эксплуатирует Бога, использует в своих личных целях и думает, что все получится. С каком основании Бог должен вам прощать? Все люди на земле совершают ошибки, и все получают наказание за это. Почему, если вы, допустим, у него попросили, чтобы вас не наказывали, он должен вас не наказывать? Вот, допустим, один человек совершил ошибку и не попросил Бога, чтобы его не наказывали. А другой попросил, но он попросил, его не наказывают. Он думает, да блин, классно, можно еще раз совершать ошибки. То есть сама по себе просьба к Богу является основанием, чтобы вас прощать? Нет. Это очень выгодная позиция, если я, ну, как бы решил, что я сейчас буду все время глянчить у Бога прощение, а потом делать, что хочу в жизни. Это же очень выгодная позиция. Бог это все понимает. Есть просто две судьбы. Одна судьба, это называется жизнь для Бога. Человек славит Бога и думает только о Нем. А Бог помогает нам во всем, потому что Он знает наши проблемы. Это называется взаимоотношение. Вот, допустим, я директору завода помогаю, служу ему, заботюсь о Нем, а он знает, что у меня сын работает на заводе и помогает ему. Это называется отношение, честное отношение. Но хотите ли вы именно этих отношений, честных с Богом, я не знаю. Может быть, вы хотите у него что-то выключить, то это не работает.